Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы идем покупать мне петличный микрофон. Да, это вот мне сотрудники мои подарили. Денежку на петличный микрофон. У меня недавно был день рождения. Денежку на петличный микрофон. Он двойной. Он мне сегодня пригодится, потому что я буду снимать на улице, а из-за ветреной погоды у меня получается плохой звук. Сегодня снимем, ну и посмотрим. Этот микрофон мне пригодится еще дальше в интервью. Когда я буду снимать интервью, я буду вешать его на себя и на моего собеседника. Так, ребята, небольшая проблемка у меня. Значит, вот этот микрофон, который я сегодня купил, он не подходит к моей камере. Я, к сожалению, этого не знал, потому что я только начинаю сейчас этим влогингом заниматься. И вот некоторые нюансы я упускаю, да. Сейчас мы попробуем поехать его поменять. Надеюсь, у нас с этим не возникнет проблем. И если нам получится вернуть деньги, то мы закажем другой микрофон, который уже точно подойдет. За сегодня я научился пользоваться шрифтами. Я надеюсь, вы это заметили на черной заставке с вторым влогом. Поэтому каждый день потихоньку будем прибавлять, и наш контент будет все качественнее и качественнее. Кстати, ребята, по поводу качественного видео, да, я знаю, да, что первый мой влог был такой, знаете, как говорит мой друг Иван, кое-как. Так вот, я знал, что я могу обучаться очень долго этому делу, да, монтажу. В итоге я буду изучать его вечно и никогда не сниму свой первый влог. Поэтому я понял и решил, что все-таки пусть мой первый влог выйдет, как бы то ни было, кое-как. Но главное, что он выйдет. И когда ты сделал один шаг, делай второй шаг намного проще. Поэтому я думаю, что каждый мой влог будет на чуточку лучше предыдущего. Потому что в каждом своем влоге я буду учиться в монтаже, учиться чего-то новому. И буду потихоньку добавлять этот навык. Так что смотрите, думаю, второй влог будет поинтереснее. Так, отлично, все поменяли, точнее денежку нам вернули. Завтра ждем другой микрофон. С возвратом проблем не возникло. Спросили почему, объяснил, что не работает почему-то. Посмотрели товарный вид и все, дал паспорт. Буквально 5 минут и мне вернули деньги. Так, ладно, я поехал дальше. Счастья, здоровье Так, физкульт-привет, друзья. Физкульт-привет, я сказал так, не просто так. Так, не просто так. Потому что сегодня я хочу поговорить с вами о спорте. О спорте и о его влиянии на жизнь. По крайней мере, на мою жизнь. Сейчас мы находимся на территории новой школы. Это на гимназии, которая находится на 9-м микроюне. Я тут не был ни разу, точнее, я был тут раньше, да, но тут еще не было такой спортивной площадки. Смотрите, тут такое специальное покрытие. Раньше, в детстве я о таком покрытии только мечтал. Потому что мы ездили на соревнования и как раз мы бегали вот на таких дорожках. Сегодня ветрено. Я, как вы уже заметили, микрофон вернул. Поэтому, надеюсь, со звуком у меня проблем не будет. Я сейчас пишу на звук камеры. Лично мое мнение, спорт это вообще обязательный атрибут любого человека. По крайней мере, я свою дочку приучаю с детства к спорту. Я своего сына буду приучать к спорту. Я вообще считаю, что спорт вообще сыграл очень важную роль в построении моего характера. Очень сильную роль. Я считаю, что спортом должен заниматься каждый. Хотя бы для себя. Не обязательно достичь каких-то высот, каких-то званий, знаете, разрядов. Просто для себя занимайтесь. Спорт, он позволяет укреплять характер с детства. С самого детства он закаляет вас. Если, допустим, кто-то со мной не согласен, можете написать в комментариях. Но это лично мое мнение. Вы, конечно, можете думать иначе. Но я буду твердо убежден, что спорт, он просто обязателен. В детстве я занимался легкой атлетикой. Легкая атлетика? Ну, как вам пояснить? Легкая атлетика, это, конечно, обширный вид спорта. Конкретно я занимался бегом. Я занимался бегом на средние и длинные дистанции. Так сказать, средневик стайр. Да, есть спринтеры. Спринтеры. Яркий представитель спринтеров – это Усейн Болт. Я думаю, вы все знаете человека-молнию. Человек, который неоднократно становился чемпионом, который бьет всевозможные рекорды. На всякий случай я его картинку здесь где-нибудь вставлю. Средневик – это спортсмен, который ориентируется больше на средних дистанциях. Это 800 метров, полторы тысячи метров. Стайр – это тот, кто специализируется уже на более длинных дистанциях. К примеру, 3 километра, 5 километров, 10. Примерно со 2-3 класса я стал ходить в Дю США. В то время я жил в селе Тройском, это целинный район. И занимался у одного очень хорошего тренера – Басангова Батра Николаевича. Это человек, который очень предан своему делу. Если вы знаете Батра Николаевича, обязательно передайте ему привет. Ну вот, значит, я занимался как ни шатка, ни валка. Успехи были, но небольшие. Так вот ни шатка, ни валка я доучился до 7 класса. Но так и не успел добиться постоянных результатов на районных и республиканских соревнованиях. А все это время один парень из другой школы все время занимал призовые места. Практически всегда он прибегал первым. Не знаю, почему он прибегал первым, но, скорее всего, он оставил честь своей фамилии. Кстати, Дима, если ты сейчас смотришь или, может, кто-то тебе покажет, ответь, пожалуйста, как тебе удавалось все время прибегать первым на протяжении такого длительного времени? Мне вот прям интересно. Ну так вот, Дима был бессменным чемпионом своей категории на протяжении нескольких лет, а в эту категорию входил я. Ну и, как вы понимаете, я очень редко достигал хороших результатов. Прибегал третий, четвертый, иногда вообще в тройку не входил. Соревнования у нас в селе проходили часто, потому что это был райцентр. И вот где-то как раз в седьмом классе на одном из соревнований ко мне подошел мой физрук. На то время я учился во второй школе троицкой. Так вот, мой физрук, я извиняюсь, я могу неправильно сказать, я немного запамятал, Монтаев Доржибаяевич. Если я неправильно сказал, прошу меня извинить. Так вот, Доржибаяевич подошел ко мне и сказал, слушай, Эрик, ну давай, сейчас ты будешь бежать, покажи им свой характер. Характер? Подумал я. Какой характер? Что за характер? Если честно, в то время я вообще не понимал, о чем идет речь. Как раз после окончания этого забега я понял, что такое характер. Вы, наверное, подумаете, да, я пришел первым. Нет, я пришел, как обычно, то ли третьим, то ли четвертым, то ли пятым. А первым пришел маленький парень, которому уже на старте наступили на ногу, который потерял свой кроссовок, и всю дорогу он бежал в одном кроссовке. Это был Дима, тот самый Дима. Дима по фамилии Бегачев. Именно тогда Дима преподал мне урок. Наверное, многие на его месте бы, наверное, бросили это. Придумали бы себе отговорки, как я побегу в одном кроссовке. Наверное, на месте Димы любой бы сдался, сошел с дистанции. Потому что можно найти кучу отговорок. Ну, к примеру, как я буду бежать всю дистанцию в одном кроссовке? Да я сотру себе ноги. Легче, конечно, сдаться и снять с себя все обязательства. Но только сильный человек продолжит бежать. Продолжить бежать, несмотря на обстоятельства. Почему? Да потому что он есть свой характер, который не привык проигрывать. Который никогда не скажет, о, я, наверное, устал. Или есть возможность как-то сослаться на обстоятельства. Дима, ты молодец. Вот именно за это я тебя и уважаю. Ты молодец. Я давно тебя не видел. Я надеюсь, у тебя все хорошо. Именно с того самого момента я понял, что такое характер. Я понял, что не только тренировки заставляют меня расти. Я работал над своей волей, над своим характером. Не знаю почему, опять же, я могу ошибаться. И вы можете со мной поспорить. Но почему-то я считаю, что бег или другие индивидуальные виды спорта, где нет прямого контакта с соперником, больше всего развивает твой характер. Не знаю почему. Да, возможно, вы скажете, что боевые искусства закаляют. Да, я не спорю, они закаляют. Но смотрите, есть такой нюанс. Нюанс состоит в том, что на беговой дорожке ты ведешь борьбу не со своими соперниками. В первую очередь ты ведешь борьбу с собой. Ты не можешь как-то повлиять на своего соперника физически. Я имею в виду то, что вы не сможете применить какой-то прием, который выведет из строя ваших соперников. Можно только продолжать бежать и находить определенные слова, в первую очередь для себя, чтобы найти сил, чтобы найти энергию, чтобы приободрить себя, когда у тебя уже не осталось ни сил, ни энергии. Я вам приведу небольшой пример. Допустим, на соревнованиях я бегу второй, и можно так сказать, пытаюсь зацепиться за лидера. Зацепиться, но это на сленге спортсменов, значит, сесть на хвост сопернику и не давать ему отрываться. Вы знаете, что я представляю в этот момент, когда я бегу второй? Мне настолько тяжело, и я не понимаю, откуда столько сил у лидера, откуда он находит силы, чтобы бежать. Я думаю, что еще чуть-чуть, если он прибавит, я точно отвалюсь, я точно перестану за ним держаться, держаться, у меня не хватит сил за ним удержаться, и, скорее всего, у меня не хватит сил добежать вторым, меня смогут догнать другие. И вот этот страх, да, вот это все волнение, оно тебе передается изо всех сил, и ты думаешь, ну как же, как же, давай, терпи. Я думаю, еще чуть-чуть, и ты сможешь обогнать его, или сможешь хотя бы не отставать. Да, а на самом деле, вы представляете, что чувствует тот, кто бежит впереди? Он чувствует то же самое, он чувствует то же самое. Те же самые чувства. Он думает, откуда у этого человека столько сил? Мне кажется, у него еще есть сил, и если сейчас он чуть-чуть прибавит, то он меня обгонит. Или почему он не отстает? Откуда столько энергии? Он так долго за мной бежит, и, видимо, он совсем не устал. А вы знаете, когда ты бежишь первым, на тебе лежит двойная ответственность. Тебе тяжелее намного, потому что в спину тебе дышит как раз-таки твой соперник. И вот, когда ты бежишь второй, когда ты бежишь третий, когда ты бежишь первый, что ты делаешь? Ты разговариваешь с собой. Ты пытаешься найти слова подходящие, которые тебя будут мотивировать. Я записываю для себя влог. Влог? Влог, влог. Ютуб. Получается, в то время, когда ты бежишь, ты как раз строишь отношения с самим собой. Находишь подходящие слова, чтобы себя замотивировать. Находишь слова, чтобы где-то найти энергию, где-то найти сил, чтобы бежать дальше. То же самое вы можете применить к любой жизненной ситуации в будущем, когда вы уже повзрослеете, да и вообще в подростковом возрасте. Почему, к примеру, один, столкнувшись со сложностями, быстро сдается, опускает руки, а другой находит силы и энергии и идет дальше, несмотря на обстоятельства? Потому что один уже воспитал себе привычки находить подходящие слова для того, чтобы не искать себе отговорки, а идти дальше. Мне приходилось очень много тренироваться, и я тренировал не только физические способности, я тренировал свой характер. И вот после длительных тренировок мне наконец-то удалось стать чемпионом, да, и сохранить этот титул, можно сказать, на несколько лет, на длительное время. На данный момент у меня растет дочка, сейчас ей 9 лет, с детства она занимается шахматами. Шахматы она выбрала сама, я не пытаюсь навязать своим детям какой-то определенный вид спорта. Я считаю, что каждый человек сам вправе выбирать то, что ему нужно. А если вы хотите навязать человеку какое-то мнение, то это будет в первую очередь неправильно, и если он будет заниматься нелюбимым делом, то это будет прежде всего хуже для него, а потом это будет хуже и для вас, для родителей. Ну так вот, с детства я объясняю своей дочке, что такое спортивный характер, что такое воля. Я надеюсь, она это поймет раньше, чем я, не в седьмом классе, может быть, намного раньше, и она добьется больших успехов, чем я. Вот, в принципе, все, что я хотел вам сказать по поводу спорта. Мне было бы интересно услышать ваше мнение. Как вы считаете, важен ли спорт? Насколько он важен? Воспитывает ли он привычки или нет? Может быть, я не прав, может быть, еще есть какие-то способы воспитать характер. Я, к сожалению, может быть, и к счастью, знаю только такой способ. А как вы считаете, так важен спорт? Если важен, то почему? Или каким видом спорта вы занимаетесь? Как спорт помог вам в жизни? Всем спасибо за просмотр. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Пока. Ваня Кузькиев, привет. Слушай, ты извини, да? Но мне до сих пор стыдно за тот случай, который произошел с нами где-то в классе пятом, когда мы бежали на районных соревнованиях, и я на финише уже без сил бежал и перекрывал тебе дорогу, и не дал тебе нормально финишировать и обогнать меня. Да, Ваня, мне до сих пор стыдно насчет этого, поэтому я надеюсь, ты это забыл, и я тебе запомнил, и я тебе это напомнил, но ты это вспомнишь только с улыбкой. Да, единственное, чем я себе успокаивался в это время, то, что при любых обстоятельствах, даже если бы ты меня обогнал, мы все равно с тобой не заняли призовые места. Так, ладно, давай, проверка. Я так тихо говорю, чтобы понятно было, что я издалека. Это я так тихо говорю специально, но поглубже в рот засунул. Пук-пук. Раз-раз. Пук-пук. Раз-раз-раз. Пук-пук. Прием-прием. Прием-прием. Я отвернулся. Пук-пук. Раз-раз. Пук-пук.